Ситуация в Ираке. Москве приветствует успехи иракских вооруженных сил в борьбе с ИГИЛ. Вместе с тем, недавнее освобождение Тель-Афара, одного из последних оплотов террористов в Ираке, не означает, что это зло вырвано с корнем. Здесь придется приложить еще много усилий. Идут боестолкновения к северо-западу от Тель-Афара в районе Аль-Айадия. Город Хафиджа по-прежнему остаются под контролем ИГИЛовцев. Одновременно тревожная ситуация складывается в гуманитарной сфере. Порядка миллиона жителей Масула, если быть более точным, 900 тысяч. С началом военных действий вынуждены были бежать в более-менее безопасные районы страны. По имеющимся оценкам, после освобождения Масула около четверти из них вернулись домой. И, конечно, все они нуждаются в помощи. Война обнажила еще одну немаловажную проблему – это дети войны. По данным Иракского отделения детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в ходе операции по освобождению Масула около 4 тысяч детей, примерная цифра 3800, оказались разлучены со своими родными. Российская сторона сейчас выясняет, сколько из них может оказаться россиянами, либо имеющими российское происхождение. По мере поступления, если можно так сказать, в этой ситуации, по мере получения или даже очень сложно подобрать, честно говоря, глагол детей в детские приюты Ирака, встает вопрос об их идентификации и подтверждении связей этих ребят с разыскивающими их родственниками. Министерство иностранных дел России работает над этим, и задействованы усилия нашего посольства в Багдаде, генконсульства в Эрбиле, советника президента Российской Федерации, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, господина Федотова, уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, госпожи Кузнецовой, а также, безусловно, все эти усилия ведутся и все действия предпринимаются в тесной координации с властями Ирака. Поддерживаем шаги иракского руководства по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны. При этом залогом стабильности и созидательного развития призвано стать достижение межиракского национального примирения и согласия. Убеждены также, что эта цель должна быть достигнута в рамках инклюзивного диалога в интересах всех иракцев на основе уважения и соблюдения конституционных принципов. Мы сходим из того, что важной вехой на этом пути будут предстоящие парламентские выборы, которые, как мы рассчитываем, пройдут в установленные законом сроки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...